Итак, дорогие друзья, всем привет! Добрый день! Добрый день! Доброе утро из аэропорта Борисполь. Я нахожусь сейчас в аэропорту Борисполь и вылетаю я в Израиль. Все, из Кива я вылетаю в Израиль. Надеюсь, что меня хорошо слышно, хорошо видно. Да. И чтобы не пропускать, лучше, лучше сделать что-то, чем не делать ничего. Все. Значит, сегодня тоже будет урок. Мы продолжим изучать заповеди, повелевающие заповеди Исторы, которые Бог передал через Моисея на горе Синай 3333 года назад. И давайте сейчас вспомним, что мы уже успели выучить. Мы успели выучить первую заповедь. Это Бог сказал, я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли, Египетская. Михаил, привет. Значит, и вторая заповедь была, это первое, верить, что есть Бог создатель мироздания. Создатель, который его создал, им управляет. Вторая заповедь, это верить, что он один. Он один и нет никого, у него нет никакого партнерства. То есть, все в этом мироздании, это один творец, один создатель, который все создал. И он же один этим всем управляет. То есть, есть некая единая система, верить в ее единство. И третья заповедь, которую мы выучили вчера, это любить Бога. Любить Бога. Как его любить? Это вдумываться в величие Его творения и через вот это вот осознание величия Всевышнего, значит, через осознание величия Всевышнего, любить Его, пробуждать любовь к Нему. Значит, вот я сейчас в Израиле в сиренах раз в 10 утра в память о погибших в Холокосте. Мы присоединяемся к памяти. И вот сейчас пускай будет весь этот урок. Хотя, в принципе, все они, которые погибли в Холокосте, они погибли, освящая имя Всевышнего. И добавить им что-то в духовном плане невозможно. То есть все они получили, все они получили огромную, огромную, то есть это и называется, да, то есть умереть, освящая имя Всевышнего. Значит, и, и, но все равно наш урок в память о них. То есть в Израиле минута молчания в память о них, в сиренах память о них. А мы наш урок проводим в память о них, о тех совершенно безвинно погибших миллионах людей, миллионах, миллионах детей, которых убили. И это очень была такая страшная вообще страница в истории всего человечества, еврейского народа. И мира, мироздания. Можно сравнить это с потопом, да, как был потоп. После сотворения мира Бог сделал потоп и стер тогда то человечество, которое было до потопа. Вот это прямо сравнимо с тем, что, сравнимо с тем, что было тогда. Хорошо, значит, а мы продолжаем изучать. Как раз это очень подходит, это очень подходит к сегодняшней заповеди, которую мы будем изучать. Четвертая заповедь, повелевающая, это бояться Бога. Это бояться Бога. Это Ташем, это Терау. Терау это бойтесь. Бойтесь это такое слово, ну как бы на русский переводят слово Ира Ташем, страх перед Богом. Переводят словом страх. Но на иврите, на иврите в оригинале слово Ира, оно, оно, как бы пахот, страх обычный, да, он используется другое слово, пахот. А вот Ира, это, можно сказать, такой, вот, например, смотрите, если собаку можно бояться, да, пахот, а, например, если, не дай Бог, будет война, то это другой страх, да, то есть человек, который боится войны или боится атомного взрыва и боится собаку. Это два разных страха. Так, Бога, вот этот страх Ира Ташем, это, это еще больше страх, это такой трепет, да. Когда мы, вот, например, человек стоит возле атомного реактора, да, атомный реактор, и он стоит и понимает, что любое движение, которое он сделает, оно может привести сейчас к такому взрыву, который снесет город. Ира, и он понимает, любое мое движение сейчас, оно может уничтожить миллионы людей, ну, понятное дело, что от меня не останется и пылинки не останется от меня. И, вот, Бога надо именно так бояться, чтобы был вот такой трепет перед Богом Ира Ташем, это вот такой вот трепет перед величием Создателя, перед его, ну, опять же, интересно, что когда мы изучаем, в экклезиасте мы когда-то учили, когда-то мы учили в экклезиасте, что, что, понимаете, что Бог многие вещи делают, чтобы трепетали перед ним. Сейчас объясню, зачем Богу, то есть, с одной стороны, Бога, это любовь и заповедь, любить Бога, это, как бы, понятно, а зачем надо его бояться? Вот, смотрите, человек так устроен, что если главное, что дает нам жизнь, вот главный инстинкт, который держит нас всех в вертикальном состоянии, заставляет просыпаться утром, засыпать вечером, главный инстинкт, который управляет человеком, это страх, это инстинкт самосохранения. То есть, это прошивка, это как, как сказать, даже не установка по умолчанию, это основной инстинкт человека, который двигает нами каждую секунду жизни, спим мы, не спим, думаем, не думаем и так далее. То есть, внутри есть постоянное ощущение, даже это не ощущение, это глубже, чем ощущение, постоянное переживание страха есть внутри у каждого человека, который заставляет его остерегаться за свою жизнь, одергивать руку от огня, там, не идти в опасное место, дышать, например, да, попробуйте не дышать. Вот, если человек не дышит, что его заставляет дышать? Вот, человек говорит, я не буду дышать, ну, попробуй не дыши. То есть, человек, если он остановит свое дыхание, то что? То он все равно вдохнет, у него нет другого варианта, да? То есть, вот этот инстинкт, который управляет человеком, это инстинкт, называется, самосохранение, страха потерять свою жизнь. Теперь, дальше, дальше, есть такое понятие человеческое, да, как мышление, мысли. Вот мы сейчас обмениваемся мыслями, обмениваемся словами, обмениваемся идеями. И мы сейчас пытаемся понять идею, которую Бог передал через Моисея, пророка, да, что есть заповедь бояться Бога. И мы сейчас рассуждаем о том, а как это бояться Бога, что такое Ирата Шем, трепет перед Богом. Чем мы обмениваемся? Мы обмениваемся словами. Теперь, когда мы обмениваемся словами, то слова сами по себе, они, ну, что это? Это звуки, это идеи. Например, вот вы можете, например, мысленно поднять штангу 200 килограмм. Конечно, можете, да, пробежать марафон сейчас, можете мыслями, можете. То есть мысленно человек может делать все, что угодно. Мысли, они такие легкие, очень легкие. Теперь, и вот мы берем такую мысль о Боди, да, мысль о Боди, что есть Творец Мироздания, Создатель Мироздания. И он сказал, он сказал, например, он сказал какие-то вещи делать, какие-то вещи не делать. То есть, как себя, ну, можно понять как бы ментально, что да, я собираюсь соблюдать заповеди. Но есть природа человека, которая им управляет. И вот мне кажется, что Бог нам дал большую помощь тем, что Он нам сказал, бойтесь, да, бойтесь, чтобы вот этот страх перед Богом, он перебивает все остальные страхи. И когда человек, он думает, у меня очень много знакомых живут в постоянном беспокойстве о завтрашнем дне. Они волнуются, а что со мной будет завтра, что я буду кушать, что я буду, там, где я буду жить, а вдруг я заболею, а вдруг у меня будет коронавирус, а вдруг то, а вдруг то. Есть у меня несколько знакомых, которые боятся Бога по-настоящему. Они говорят, а я только боюсь нарушить заповеди, я боюсь только, чтобы у меня с Богом испортились отношения. Потому что если я с Богом в хороших отношениях, так мне нечего бояться. Как говорил царь Давид, вот он был из таких боящихся Бога, он говорил в псалмах, «Гамки-элэх бэгэйцалмавэт», он говорил, «Даже если я буду идти долиной смерти». То есть долина смерти – это такая долина, где слева взрыв, справа взрыв, тут летит, там летит. Он говорит, «Гамки-элэх бэгэйцалмавэт», «Буду я идти долиной смерти». «Ло и рара», он говорит, «А вот не увижу я зла, не случится со мной зла». «Почему? Театай имади», «Потому что ты со мной». И когда человек боится Бога, то вот этот вот страх перед Богом, он соединяет с Богом. То есть вот это ощущение, когда ты думаешь о Боге, потом ты смотришь на окружающий мир, на проявление Всевышнего, и ты ищешь вещи, которые тебя радуют, это пробуждает у тебя любовь с Богом. И в тот же момент ты видишь вещи, которые тебя пугают. Например, какие-то цунами, наводнения, взрывы и так далее. И ты понимаешь, что Бог же, он создатель, он хозяин, он царь, он все в его власти. И что получается? И получается, что у тебя вместо какого-то набора случайно меняющихся чувств и эмоций, у тебя есть только две главных эмоции. Любовь к Богу и к его творениям, все это, весь этот мир его творения. И трепет, страх перед Богом, страх нарушить его волю, страх идти на поводу своего сердца и у каких-то глупостей. И у тебя остается тогда твоя эмоциональная сфера, она очень хорошо сбалансирована. У тебя есть любовь, это ты любишь все хорошее, и у тебя есть страх. Страх нарушить заповедь Бога и страх только с ним испортить отношения. А как с ним налаживать отношения? Тогда ты выполняешь заповеди, и ты с каждой заповедью зарабатываешь себе близость с Богом и депозит на небесном счету. И ты остерегаешься всего, что Бог назвал злом и опасным для человека. Ты этого всего остерегаешься, потому что ты, вот этот страх, он человеком управляет. И ты все время от всего зла, от плохих людей, от нарушения заповедей, от лошоно-разло-язычия, от сплетен, ты от всего этого отдаляешься, потому что ты боишься Бога. И тогда ты идешь по жизни, как царь Давид, шел, гам-ти-елех, даже если буду идти долиной смерти, луэрара, не случится со мной зла. Почему? Ти-а-тай-мади, ты со мной. Понятно, да? Все, дорогие друзья, я должен идти на посадку. Я сейчас в аэропорту, и я не боюсь опоздать на посадку, но я хочу выполнить заповедь Всевышнего, какая заповедь Всевышнего, делать все вовремя. То есть Всевышний тоже сказал, чтобы был седр, был порядок, и не подводить других людей. И я, в принципе, таким образом, когда человек боится Бога, то он всю свою жизнь, он ее выстраивает по простым таким правилам, да, то, что Бог сказал, можно, делай, то, что Бог сказал, нельзя, не делай, и все, и ты тогда Бога любишь, Бога боишься, и каждый раз, когда ты боишься Бога, ты выполняешь заповедь, повелевающую заповедь Исторы, и набираешься от этого большой духовной силы. Все, всем удачи, успехов, завтра с Божьей помощью будет урок уже из Святой Земли, из города Иерусалима. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня!